всем привет это опять я в этот раз у меня уже порядком надоел зубарь я вчера тоже вот за ним ездил поймал опять ведро рыбы но даже не снимал потому что уже и скучно и ловить и скучно и снимать а сегодня весенняя кунжа на реке я пока еще не знаю что тут есть но очень надеюсь что мне удастся что-нибудь изловить поехали я только что закончил забуривать большой участок я буду туда забурил вниз по течению 6 лунок туда вверх 6 лунок обычно я по этим лунком потом просто хожу с мормышкой и проверяю если рыба и на каждой лунки примерно задерживаюсь минут на 5 на 10 но вы этот раз у меня я уже говорил моя новая игрушка я пробежался по лункам сначала с камерой просто подходил к лунке опускал камеру и смотрел если там рыба обычно я сажусь вон туда вот там такой длинный мелководный участок и поэтому я вот пробурился там сейчас он пробежался с камерой вообще нет рыбы просто я даже ничего не увидел а он туда вверх я вот пробурил там 6 лунок тоже я там обычно не сажусь но в этот раз я там в камеру в трех лунках увидел рыбу то есть три лунки из шести я в каждую лунку кинул немножко икорки и вот сейчас вот проверю поможет ли мне камера найти эту рыбу сейчас первым делом вот эти вот три лунки где я видел рыбу первым делом их и проверю вот интересная штука видите вот эти вот следочки это так называемый благородная лень он же изюбр он пошел куда-то вдаль на сахалине их отродясь не было но в шестидесятые годы решили завести вот сюда пошел шестидесятые годы завезли и с тех пор он вот здесь так и живет правда сейчас популяция идет к чертям потому что ему не добавляют свежей крови то есть нового оленя не завозят еще ему лет 15 наверное вымрет если если не завести свежих оленей ну что же моя тактика с камеры оказалась верна вот первая кунжечка и сразу такая прям хорошенькая тварь я сейчас ее из-подо льда доставал леска об кромке лунки аж звенела как как струна ну и сами видите размер такой очень приятный это вот как раз вот на тех лунках где я в камеру увидел рыбку как можно увидеть в кадре у меня уже четыре хорошие кунжи помимо этого поймал еще двух таймешат и одну небольшую кунжу я и отпустил ты мешать тоже отпустил клюет именно на тех лунках вот где камера показала рыбу причем ну я как бы человек упрямый я вот с таким с бараньим упрямством все-таки сходил на свои любимые лунки с мормышкой проверил их посидел там вообще ноль пришел сюда сразу вам рыба вам рыба вам рыба я еще дополнительно икорки сейчас ливанул вот очень щас жду чтоб еще кто-нибудь хотя бы соблазнился хотя вот рыба крупная я скажу честно уже вот такой улов меня устраивает это уже хорошо хорошо поклевочка была вот он это маленький таймешонок шанса надо быстренько отпустить это уже кунжичка кунжичка небольшая но она сильно меньше тех предыдущих что я поймал поэтому я ее тоже отпускаю на фоне них она просто ну совершенно не котируется вот он вот и о да чуть побольше кунжичка сопротивление уже такое приятнее мощнее но я тоже пускаем она тоже невелика размером я жду своего мегалодона немножко подкормки это просто жижа из-под икры она делает такую молочно-белую воду сразу и это молочно-белая вода собирает вот она вот она родимая вот она вот это была хорошая кунжа такую я бы уже наверное даже бы взял волов но увы сошла опять поклевочка была из опять касания какие-то такая маленькая рыбка что ли да нет рыбка немаленькая касалась так робко так еле-еле пошевеливала мормышку и прикусила так деликатно закончик рта за сам это даже странно так но я отпущу у другую лунку в этой лунке не шугала уже никого раз они там все такие боязливые мормышку нормально сгрызть не могут вот она тихо 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 так роботка моя успокойся ты подсадим икриночку на крючок попытаемся повторить пока с одной привозился здесь все слопали всю икру с тресками здесь клевала стайка какая-то набежала давай ах ты зараза только по щам не дал но она была маленькая судя по тому вот как ее протащил какая в кадр попала я тут походил еще поискал дырок посверлил чуть вообще никак вот вернулся на старое доброе место может здесь кто-то прибежал побегал я еще попрыгал по реке рыба клевала плохо крупные вот так вот и осталось в лове только 4 штуки но еще мелочи наловил а вот это вот ребята это коптилочка горячего копчения готовится все просто молниеносно поэтому очень удобно вот такую штуку с собой брать на природу немножко соли с перцем особо много не нужно но и перебарщивать не стоит так что там с коптилочкой как все матера выглядит давайте-ка сверху еще пройдемся ну собственно все сами видели просто выпотрошил рыбу посолил положил участок 15 минут и у меня будет обед вот так вот все раз-два прошло 10 минут вот мы видим дымок там изо всех щелей шпарит выключаем печку ого на роскошное зрелище кружишка должна быть уже готова цвет она имеет просто прекрасный сейчас дадим ей немножечко остынуть чтоб можно было руками брать и вперед запах от рыбы просто волшебный я еще место такое для привала выбрал такой тихий закуток среди елок это такой снежный бугор который прогревает солнце а вот кругом стоят стеной елки таким полукругом тут почти нет ветра жарко я вот без шапки в одном флисе хотя сегодня весь день жарко вот во флисе и хожу даже куртку не одевал куртка вот в санках лежит и отсюда слышно шум моря я сегодня до моря сходил там возле моря не клевало поэтому и задерживаться там не стал ну там ветрище дует ого-го а здесь вот прям даже и не скажешь ну что под шум моря надо откушать немножко а чего я ожидал что будет плохо я и не ожидал что будет плохо вкусно хорошая рыба хунжане относится как бы к лидерам по вкусу она из всех сахалинских рыб далеко не на первом месте но горячего копчения она получается очень достойно она получается сочная мягкая такая вся деликатная отличная рыба я даже сейчас со шкурой им хотя шкура обычно напитывается дымом горчит сейчас что-то мне это горечь вообще проскакивает что весь день на свежем воздухе набегался наскакался и тому что горечь что не горечь нормально а брюшки то какие брюшки прям что надо жирненькие нежные ладно сейчас надо доесть и снова проверить речку потому что клев прекратился прям повсеместно я там большой крюк по реке пробежал и я очень надеюсь что это он как будет на обед прекратился а потом ближе к вечеру снова начнется посмотрим что там дальше со времени обеда прошло уже где-то три часа за все эти три часа я не получил ни единой поклевки уже сорвался с места пошел и вот видите эту же речку только она в верховьях здесь она здесь не замерзает и когда я шел туда она была прозрачная сейчас она мутная скорее всего там где-то вверху какая-то грязь потекла вот от этой жары от сегодняшней и эта грязь скорее всего мне в устье про полностью клев отрубила я вот когда лунку там внизу глядел я не заметил чтобы там прям грязно было но возможно рыба это почувствовала и забастовала тем не менее я поймал четыре хороших крупных кунжи поймал 15 кунжин поменьше поймал трех таймешат рыбалка я премного доволен спасибо за внимание до свидания пока пока